Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы по инструментам, которые вас интересуют в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, на финансовых рынках продолжают развиваться тренды, связанные с ослаблением курса американского доллара и повышенного спроса на риск. Каких-либо исключений в этих тенденциях нет. Рынок в буквальном смысле раздает деньги. Друзья, мы продолжаем работать по тренду, тем более, что в данном случае эта трендовая динамика очень хорошо бьется с фундаментальным фоном. Мы прогнозировали разные сценарии развития событий в мировой экономике, но сейчас все полномерно идет к тому, что решения, принимаемые американским регулятором, те экономические стимулы, которые предполагают увеличение денежной массы в США и довольно оптимистичные отношения к проводимым кампаниям по вакцинации, все это создает очень хорошие условия для того, чтобы не негативить на текущем этапе. Может быть, друзья, через какое-то время, не дай бог, конечно же, наступят смутные времена, когда мы снова с головой окунемся во все проблемы ковидного характера. Но пока этого не происходит. Есть отдельные очаги, прецеденты региональные. Я думаю, вы все следите за новостями, знаете об этом. Но это фон не столь негативный, как было в 2020 году. И я рассчитываю, очень надеюсь, на то, что все-таки нам не придется говорить о повторении событий минувшего года. Американская валюта 91,65 – это котировки индекса доллара. В принципе, прогнозируя изменения американской валюты, достаточно посмотреть на динамику доходности американских трежер. С десятилетки котируется прямо сейчас на уровне 1,63%, теряя с открытия дня 0,10%. Это хорошо, то, что доходности трежер снижаются. Это значит, то, что трейдеры, которые ранее предполагали, что повышение инфляции приведет к изменению риторики Федрезерва и позволит им прокатиться по доходностям трежер до 2% и выше, обломались. И сейчас десятилетки снижаются, потому что ФРС так и не просигнализировала о том, что последнего роста инфляции будет достаточно, чтобы они отказались от мягкой экономической политики. Как вы знаете, друзья, вчера после выхода данных по инфляции, которые были опубликованы во вторник, мы сфокусировались на пресс-конференции главы Федрезерва Джерома Паула. И самое главное, что он сказал, да, было очень много комментариев, которые нам все прекрасно известны, потому что они не меняются. Я имею в виду сохранение рисков, важности проведения мягкой экономической политики. Но Паула сделал конкретное заявление о том, что до изменения денежно-кредитной политики, до повышения процентной ставки, уж тем более, прежде всего ФРС, если что-то и будет делать с параметром денежно-кредитной политики, это сворачивание программы количественного смягчения, до каких-либо изменений, друзья, месяцы, а то и даже годы. Это прямой дословный перевод того, что сказал Паула. Ранее, после того, как вышли данные по инфляции, мы помним, чиновники ФРС, которые являются голосующими членами Федрезерва и влияют на решения американского регулятора, также, в принципе, придерживались такой же риторики. Вывод, который нужно сделать, последний рост инфляции, он может по абсолютным значениям показаться каким-то экстремальным, но он является контролируемым для Федрезерва, он является следствием, наверное, органических явлений, связанных с увеличением денежной массы. Это временная динамика, и каждый раз, когда ФРС комментирует ситуацию с инфляцией, он подчеркивает, делает отдельный акцент на слово временное явление. Если бы не было таких формулировок, то тогда, конечно же, ФРС сейчас бы начал готовить нас к тому, что политика будет меняться от смягчения к ужесточению. Но этого пока что не происходит. Я, друзья, обеими руками за то, чтобы доходности трежерис продолжили дальше снижаться. Оказались ниже 1,5%, потому что я хочу по индексу доллара увидеть котировки ниже 90 пунктов, но прекрасно понимаю, что ниже 90 пунктов мы окажемся только в том случае, если трейдеры продолжат именно топить за снижение казначейских трежерис по доходности и уведут этот показатель ниже 1,5%. Сегодня на повестке экономического календаря два отчета по штатам важные релизы, первичные заявки на пособия по безработице и роничные продажи. Посмотрим в целом, какой выйдет статистика. Но руководствуясь опытом последних макроэкономических релизов, я думаю, что данные при любом раскладе вряд ли очень сильно разочаруют. И, соответственно, еще один блок сильных отчетов может дополнительно, друзья, простимулировать локальный интерес к риску, прежде всего, американскому фондовому рынку. NASDAQ и Dow Jones, которые у нас были в покупках. NASDAQ, мы достигли цели, друзья, поздравляем вас с этим, 14 тысяч уровень пал. Локальный максимум был выше 14 027 пунктов, сейчас откатили. Поэтому, в целом, в арсенале торговых идей у нас остается Dow Jones с довольно амбициозной целью в 35 тысяч пунктов. Сейчас котировки 33 686, и мы котируемся на исторических максимумах. По остальным идеям, австралийцы против доллара цель была на уровне 0,77, мы ее сделали. Друзья, также вас с этим поздравляю. Выходим благополучно из позиции, надеюсь, вы это уже сделали. Если кому-то интересно, если потенциал для роста австралийцы еще выше, я думаю, что есть, но я не буду испытывать судьбу. Есть и другие инструменты, которые еще работают в рынке. Это фунт, новозеланец. Вот на них пока что я сфокусирую свое внимание. Новозеландский доллар 0,7140 также активно растет, цель 0,73. По доллару канадцу, друзья, я рекомендую шортить с целями ниже отметки 1,23. На фоне слабого доллара и роста цен на нефть. Котировки бренда роллируют, обновляют локальные максимумы и реально после вчерашнего взрывного роста претендуют на супер-классную цель для покупателей в районе 70 долларов за баррель. Бренд сейчас 66,54 и в какую бы сейчас сторону ни посмотрели, смогли бы найти достаточно положительных, позитивных новостных факторов. Запасы, как и ожидалось, снизились на 5,9 миллиона. Я допускал, что снижение запасов будет, но не настолько значительное. Ну, хорошо, что такие цифры, они как раз и выступили катализатором для роста цен на нефть. Международное аналитическое агентство вчера повысило прогноз роста спроса на нефть на этот год на 230 тысяч баррелей. За день до этого ОПЕК также пересмотрели с повышением прогноза роста спроса на 100 тысяч баррелей. И еще за некоторое время до этого мы помним очень обнадеживающие прогнозы Всемирного банка, Международного валютного фонда о росте мировой экономики. И все это создает очень хорошее, позитивное ожидание того, что мировая экономика потребует за счет растущих аппетитов больше предложения. Готово будет больше переварить. И как раз смещение баланса все-таки в сторону повышенного спроса и, может быть, немного отстающего предложения позволяет мне вот так вот с уверенностью говорить о том, что рынок нужно покупать. Плюс ко всему, не забывайте про то, что мы используем еще слабую валюту, американский доллар, не только для того, чтобы покупать валютный риск, но и также для того, чтобы покупать сырьевые инструменты. Потому что чем дешевле доллар, тем более привлекательным для покупки являются инструменты сырьевого рынка, которые автоматически становятся дешевле для держателей иностранных валют. Золото, друзья, остается также в повышенном тренде, локальном. Правда, очень хочется, чтобы он стал уже долгосрочным, чтобы мы убедились в том, что рынок всерьез настроен на движение выше отметки 1800 и даже обновление исторических максимумов, но до этого пока далеко. Нужно закрепляться выше 1750 и бетонировать поддержку на этом уровне. Сейчас котировки 1739. Я оптимистично смотрю в отношении рынка драгоценных металлов, потому что золото, как ранее уже комментировалось, прекрасная страховка от инфляции. Если инфляция растет такими темпами, давайте использовать это, чтобы способствовать тому, чтобы золото восстанавливалось активнее. И фунт против доллара 1.3771. Цель 1.40 остается на прежнем уровне. Друзья, тоже без каких-либо изменений. Позитивный новостной фунт и слабость американской валюты. Продолжаем работать по тренду. Спасибо за внимание. Продолжаем.